Вцепился мужчина, чужой мужчина. Я долго сопротивлялась, старалась, пыталась оборвать общение, но нет. Он до сих пор в моей жизни. Может быть, причина в том, что мы на работе ежедневно близко пересекаемся. Я хочу жить честной, чистой жизнью. Хочу однажды испытать радость совершенную. Чувствую, что с тем человеком это невозможно. Этот мужчина — это судьба моя или испытание? Как понять? Вы не все сказали? Вы не написали, вы замужем, не замужем? Я не понимаю, как отвечать на этот вопрос. То есть непонятно, то ли чужой мужчина вцепился, то ли свой. Потому что Петька пришел в шубе к Василию Ивановичу. Говорит, я в шубу нашел на улице. Говорит, только там какой-то мужик запутался в ней, лежал. Еле распутал. Так и здесь. Ну, как бы непонятно, то ли шуба твоя, то ли нет. Ну, то есть непонятно, кто вцепился-то, чужой или записка неполная. Если вы замужем, это один вариант ответа. Не замужем — другой вариант ответа. Что если вы не замужем, а мужчина вцепился, это нормально. Ну, то, что он как бы вцепился, потому что, когда женщина красивая, хорошая и еще и ничья, то ясно, что кто-нибудь вцепится. Понятно, что такая корова нужна самому, не выдает. Сзади нее встанет рука. Вот. Но если женщина чья-то, как бы она замужем, то тогда другой ответ. Что вообще нельзя близкие беседы с мужиками проводить во время работы чужими. Нет дружбы между мужчиной и женщиной. Это не дружба. Это тонкий секс называется. Здесь нет дружбы. Мужчина не может быть братишкой для женщины, другом. Это невозможно. Потому что женщина только одному мужчине может открывать свое сердце. Только одному. Если она открывает на работе мужчине сердце свое, очень близкие отношения с ним строит, значит, мужу она не сможет открывать свое сердце. Это значит, что он муж наполовину только. Тот муж наполовину, этот муж наполовину. Тот муж в отношениях, а это муж в постели. Понимаете, да? Поэтому не надо на работе близкие отношения с мужчинами строить. Близко общаться, дружить с ними. Добрый день, как у тебя дела? Все хорошо? У меня тоже. Как в семье? Как жена? Нормально себя ведет? Не очень. У меня тоже мужик что-то не очень. Да. Не все козлы, мы с тобой. Конфетки. Понимаете, да? Это называется измена. Так человек изменяет сначала в уме. Потом неожиданно в постель попадает с этим другом. Ну, случайно получилось, что делать. Мы же друзья. Доверяем, а как-то так раз осечка произошла. Вот в постель попали. Ну, что делать? Это неправильно. Так не надо. Надо быть внимательным. Сестренки, да? Много сестренок у мужа. Надо с ними знакомиться со всеми. Да, вам надо с ними знакомиться и показывать им, что вы ему не сестренка. Вот они, допустим, сестренки, а вы, когда с ним познакомились, и муж рядом, то вы не сестренка. Понимаете, о чем я говорю, да? Надо с ним показывать подружкам, что вы не сестренка. То есть вести себя с ними очень так, серьезно, по-взрослому. Женщины тоже по-взрослому могут, знаете, так. Подружка моему мужу очень хорошо. А я жена. И подружка сразу отваливается такая. Потому что когда проявляет жена свое достоинство рядом с женщинами неправильного поведения, им становится жутковато находиться рядом с таким мужчиной. Они чувствуют себя некомфортно, потому что по факту нет никаких подружек. Просто есть женщины, которые не понимают, что если ты начинаешь филиртовать с мужчиной, то это означает, что ты пытаешься быть его женой. Если есть жена, то надо выбирать или сражаться с ней, или уходить в сторону. Потому что жена, когда ведет себя сильно, по-нормальному, по-женски так, сильно, то это означает, что два варианта всего. Или начать злиться на нее, или до свидания с этим человеком. То есть других вариантов нет. Потому что не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Там все равно вступает очень сильная энергия в силу. Потому что когда женщина начинает испытывать любовь к мужчине, то просыпается также ее женский эгоизм и желание обладать этим человеком. Филиртовать означает испытывать любовь. Это значит, что будет проснется обязательно эгоизм. Можно делать вид, что ты не претендуешь на этого человека, но это всего лишь игра. Допустим, некоторые американцы, они позволяют своим близким спать с другими. Ну, типа, мы свободные люди, у нас свободная нация, можешь гулять. Мы с тобой муж и жена, и тебе разрешают. Но это всего лишь игра. Потому что в сердце такая женщина все равно не любит тех, кто с ним спит. И это какой смысл в такой игре? Это же отражается на близких отношениях. В этом случае близких отношений нет. И муж и жена, они как себя ведут? Как партнеры, которые вместе покупают дом для жизни. Понимаете? Я когда разок был в Америке, я гостил в такой семье, где муж и жена, они как живут, как партнеры. Они признались мне, что они просто вместе, потому что иначе дом хороший делить большой надо, а там большие потери идут финансовые. Поэтому просто живем вот вместе и все. Вот так. Причина без культуры. Нет культуры отношений. В этом причина. Не то, что они не сошлись характером, просто они испортили отношения из-за неправильного поведения друг к другу. Сильные энергии вступают в силу, когда мужчина смотрит на женщин, на других, флиртует с ними. Он не может быть родственником для своей жены. Он предатель для них. Предает ее. Точно так же женщина, когда начинает общаться близко к каким-то мужчинам на работе, она предает свою семью, своих детей. Почему? Потому что она думает, нет, детей я не предаю. А ребенок, он же, понимаете, он же под крышу попал, под крышу дома своего. А в крыше есть две стороны. Есть мама и папа, понимаете? И семья создана для ребенка, а не для родителей. Когда же люди разводятся, они не понимают, что они не свою собственность разрушают, а чужую. Эта семья принадлежит ребенку, он в ней родился. И без его ведома и желания никто не имеет права ее разрушать. А дети обычно против категорически оставаться без папы или без мамы. Против. Поэтому люди совершают большой грех против детей своих, прежде всего, когда они остаются. Против детей, прежде всего. А потом уже против друг друга. И причина этого греха — неправильное поведение. Когда люди не понимают, что нельзя вот этими вещами заниматься, там сильные энергии движутся внутри. Если ты, допустим, глаз кому-то построил, а то хоть и никто не знает об этом, отношения уже разрушаются на тонком плане. Потому что, когда человек к одному привязывается, к другому он отвязывается. В сердце не может сразу двоих людей вместить. Или один живет там, или другой. Если кто-то другой подселился, тому уже места нет. И он нервничает, он чувствует что-то не то. Она думает, о, правильно, я его не люблю, смотри, как он себя ведет. Так он себя ведет-то и потому, что сердце занято уже, и ему трудно вести себя нормально. Он начинает чувствовать себя обделенным. Как правильно развиваться в семье, если муж и жена развиваются в разных духовных традициях? Как воспитывать детей? Обычно дети должны идти в той традиции развиваться, в какой находится муж. Потому что психика у женщины и мужчины работают по-разному. Женщине легко принимать внешне какие-то вещи. Допустим, традиция духовная, это не духовная жизнь, это разные вещи. Пройдет, допустим, мусульманская культура, допустим, да? Женщина, допустим, православная, да? Но она внешне может вести себя, как положено быть в мусульманской культуре. Но должна с мужем договориться, что она имеет право молитвы читать вот одна на один Богу, так, как она ей хочется, как она любит его. Муж должен ей позволить, с условием, что она ходит в мечеть также с ним, ведет себя с родственниками правильно, надевает эти одежды мусульманские. Ну, ведет себя так, чтобы не раздражать общество, не раздражать людей. Вот так можно договориться. Ясно, что если с мужем нельзя договориться, это значит, что он верующий, начинающий. Это называется фанатики, начинающий верующий, фанатизм. Фанатики, они не признают никакие другие веры, кроме своей. И люди фанатично настроены, они не могут договариваться ни с кем. У них только война идет. Или принимай нашу веру, или я тебя ненавижу. Все, в семье так вот. В таких случаях надо просто как-то терпеть, что-то делать, менять ситуацию. Ну, нужно как-то договариваться. Обычно женщина внешние вещи уступает, муж дает ей возможность внутренне соблюдать свои правила духовные. Так они договариваются. Мужчине внешние вещи соблюдать чужой традиции очень трудно. У него нет такой возможности психической. Поэтому женщина уступает в этом случае. У кого такая ситуация, поднимитель? Есть такие? У вас получилось все сделать, как я знаю? Да? Ну, все же просто. Плохо ли себя винить? В чем отличие совести и самобичевания? Спасибо вам. Хороший вопрос. Смотрите. Что такое совесть? Я поступил неправильно. Что нужно делать? Исправляться. Есть два способа себя винить. Я себя винию для того, чтобы исправиться. И я себя винию с целью разрушить свою жизнь. Вот я плохой, и поэтому мне не нужно жить на этой земле. Это один способ называть самобичевание. Второй способ. Я плохой для того, чтобы исправиться. И по факту нет смысла много раз тебе повторять «я плохой», потому что ты просто зря тратишь время. Надо время духовное чем занимать? Служением святому человеку. Вот я плохой, а ты хороший. И давай я буду тебе кланяться, буду тебе служить, желать всем счастья. Зачем так много думать о себе? Если ты хочешь отвлечься от себя и заниматься духовной практикой, зачем так много думать о себе? Я такой плохой, я такой падший. Нет, ты просто падший и все. Не надо дальше об этом думать, раздувать тему. Просто начни думать о Боге, все. Один раз себе скажи «да, я падший, хорошо». Дальше уже думаем о другом, о чистом и светлом, о позитивном. Понимаете? Нужно просто акцент поставить, кто я и кто другие. Я грешный человек, все остальные хорошие люди. Этот акцент поставлен, ты занимаешь правильное положение в жизни и дальше уже служи, занимайся служением. Начни думать о святом человеке, о священном писании и дарить это чувство другим людям. В этом и заключается служение Богу. Да, человек так начинает действовать, его грехи, написано во всех священных писаниях, сгорают, как дрова в огне. То есть начинают грехи сгорать. И очень быстро такой человек становится праведником. Есть в Боговдите такой стих. Апечет су дурак дурак дураком. Судурак дурак, видите, похожие даже слова в санскрит русский. Су означает очень сильно. Дурак дурак дураком. Даже если человек дурак дураком. Апечет су дурак дурак. Если он служит Господу с великой решимостью. Садур эва хи мантовья. Садур святой. Садур святой. Садур эва хи мантовья. Мантовья. Ман кум. То есть. Его надо считать садур святым. И потом, чтобы никто не сомневался в конце. Самьяк. Вева хитохиса. Самьяк. Сомнения. И в этом нет никаких сомнений. Если человек встал на путь праведника. На путь правильный путь. Он начал служить Богу. Думать о чистом, возвышенном. Идет себя как лебедь. То в этом случае. Его надо уже считать праведником. Вот вы лекцию слушаете мою, допустим. О возвышенных вещах. Внимательно. Я немедленно должен увидеть это в ваших глазах. И считать вас уже почти святыми людьми. А есть доказательства. Дальше. Вага Водите говорится об этом же. Кшипрам бавати дарматма. Бавати станет. Бавати будущее. Бавати. Кшипрам. Кшипрам. Очень быстро. Бавати дарматма. То есть. Очень быстро он станет праведником. Шашватшанти мнигачхати. И очень скоро в его сердце возникнет мир. Очень сильный, возвышенный мир и покой. Каунтия прачи джанихи. Намеба акта праначи тип. Ты должен всем заявлять вокруг, что человек, который встал на праведный путь, никогда не свернет с него. Даже если он временно может как-то деградировать, он всегда все равно к нему вернется, потому что это никогда не может позабыться. Это чувство святости или чистоты, которое ты вкультивируешь в своем сердце, никогда не может позабыться. Поэтому ничего не бойтесь. Если, допустим, вы совершили какой-то очень плохой поступок, надо просто принять это в своем сердце, раскаяться и начать думать больше о святости, о служении, чем об этом поступке. Потому что, на самом деле, по-настоящему оценить, что я неплохо поступил, может только тот, у кого очень много чистоты в сердце. Придет время, и вы это оцените. Вы скажете себе, ну и дура же я была. И сейчас, наверное, тоже не лучше. Ну, то есть, вот так вот. Ну, нормально, ничего страшного. Господу очень нравится в сердце, когда мы так говорим. Это тоже для него юмор такой, он смеется. Потому что душа, она же по своей природе чистая, возвышенная. Ну, делать глупости из-за того, что неправильно направлено. Если мы внешние вещи принимаем за самое главное в жизни, начинаем думать, квартира для меня самая главная, надо на 15 лет в рабство себя отдавать. Для меня самое главное это работа, для меня самое главное это еще что-то там, замуж выйти. То этот человек находится во внешнем сознании, он не понимает, что есть вещи и поважнее, то, что в сердце должно происходить. И такой человек, находящийся во внешнем состоянии, он начинает делать глупости, потому что ценности неправильные, направленность жизни неправильная. И поэтому такие беседы, которые мы сейчас проводим, они меняют направленность жизни. Потому что естественный ход времени в этом мире заставляет, заставляет, насильно заставляет человека неправильно настраиваться. И надо проводить такие беседы с целью вернуть сознание на прежнее русло, настроиться правильно. «Кто от наказания Божия становится лучшим в своем поведении, тот должен радоваться постигшим его страданиям, потому что они принесли ему великую пользу, и возносить за них благодарение Богу, как за всякое другое счастье». Вот, например, многие из вас пришли на лекцию благодаря страданиям. Надо радоваться этим страданиям, потому что это Бог специально вам эти страдания послал, чтобы вы начали духовно развиваться. Потому что, когда вы начнете духовно разбегаться, развиваться очень быстро вы победите свою судьбу. Очень же быстро судьба поменяется, и вы будете сильнее. Уже в таких ситуациях вы не будете так сильно реагировать, как раньше, на то, что произошло. Когда душа станет сильной, она очень смело воспринимает трудности судьбы. Сильная душа. Махатма называют. Сильная душа. Маха означает очень великая, большая. Атма. Махатма. Большая душа. Великая душа. Когда человек, чем ближе к Богу становится, тем более величественным он становится. И дописывают, что Солнце, Господь как Солнце, а душа как искорка. Когда она летит к своему личному счастью. Она гаснет, в душе гаснет, внешне у нее много всего появляется в жизни, а в душе она гаснет, становится черствой, сухой, холодной. Когда она поворачивается к Богу, к Солнцу, она начинает внутреннюю жизнь раскаиваться, желать всем счастья, принимать трудности, как то, что мне нужно. То есть она настраивается вот таким образом. То она снаружи может чуть-чуть погаснуть. Она меньше интересуется уже квартирами, машинами там. Но внутри она начинает разгораться, и у ней внутренние отношения со всеми улучшаются. С родственниками, с детьми, с друзьями. Она всем прощает, просит прощения. Такая душа. И постепенно она становится все сильнее и сильнее во внутренней жизни. И разжигается. Она становится такая большая, уже сильная душа. Всем нужна. Я хочу, чтоб жили лебеди. Помните песню? Пармахамсов есть такое слово еще. Подобный лебедю. Пармахамсов. То есть, веды противопоставляют два вида птиц. Что есть вороны, которые очень сильно беспокоятся о своем личном счастье. Поэтому они постоянно каркают на всех. Там, где вороны собираются, там постоянно жгвал. Они всем недовольны. Постоянно обсуждают правительство. Кто тут что не так сделал. Все плохие вокруг. Каркают постоянно. Когда лебеди, лебеди живут в чистых местах. Чистое место означает там, где нет стремления к чувственным наслаждениям, к материи. Лебеди живут в чистых местах, в чистых водоемах. Они не смотрят друг на друга, как вороны. Они смотрят вперед, в одну цель жизни. Не плавают рядом, чувствуют друг друга. Никогда не бросают друг друга. Они очень верны друг другу. Один лебедь погибает, второй вместе с ним. У лебедя есть несколько особенностей его поведения. Первая особенность. Когда если лебедю дать смешанное молоко с водой или разлить в пруду молоко, то он берет воду в рот и начинает ее вращать. В результате на стенках оседает молоко, а вода остается снаружи. То есть он отделяет истину от обычной жизни. Лебедь способен взять молоко. Молоко означает истина, энергия любви. Потому что корова, женское молоко, коровье молоко. Молоко означает энергия любви. Мать вырабатывает молоко, потому что любит ребенка. Корова вырабатывает молоко, потому что любит и ребенка, и человека. Потому что она поет так же человек. она даже когда любит своих хозяев, она выделяет молоко просто при виде их. Она как мать по этому корову себя ведет. Молоко — это истина, энергия любви, любовь — это истина, все остальное — это ложь. И лебедь, он любит молоко, и он выделяет молоко от воды вот таким вот движением. Также лебедь не смачивается, живя в миру, он не скверняется пошлыми мыслями, идеями, он не смачивается водой, его перья смазаны маслом духовного знания. И поэтому лебедь плавает в воде в обычной, но при этом не ведет себя, как обычная птица. Не скверняется, он сухой, не смачивается перья его водой. Лебедь белый, белый означает чистый. Очень длинная шея означает верх, устремленность вверх. К высшему, высший устремленность вверх у человека, а не вниз должен. Не к низменным инстинктам, желаниям, а вверх, к высшему, к настоящей истинной любви. Должны быть лебеди устремлены, люди как лебеди. Парама, хамсы, подобные лебеди. Но он не белый тут сразу, он в пятнышко, пятнистый такой, пятнышко он. Вот. И у него не грациозная такая вот, как бы, фигура, а такая, такая вот, туповатая немножко. Такой он такой, длинная шея такая. Молоко он не отделяет от воды и не остается сухим в воде. Понимаете? А вы поняли, о чем я говорю? Потому что когда человек, ну, критические замечания выставляет, часто он не задумывается, о чем речь идет именно. Потому что, да, человек задумывается, о чем речь, он на ушке настраивается, он так внимательно слушает, что ему некогда делать критические замечания. Но когда человек настроен на критические замечания, он не слушает, о чем речь. Видите, вы обиделись на меня. Видите? Нет? Не обижайтесь. Я должен читать лекцию. Поэтому я буду объяснять все. Видите? У меня есть определенная полномочия сейчас. И вы должны позволить мне таким быть. Может быть, я не до конца, по вашему мнению, достоин этого. Но если человек сел, чтобы говорить о нравственности, то нужно быть очень внимательным к тому, чтобы не критиковать его при всех, не делать такие жесткие, как бы, замечания. Это очень важно, чтобы не нарушить отношения между людьми. И некоторые люди пришли сюда, чтобы послушать старшего. Даже если я не достоин, я согласен с вами, что я больше на жирафа похож, чем на лебедь. Я понимаю, да, что вы не говорили. Но я так, я как бы немножко утрирую. Вот. Но все равно, даже если человек дурак дураком, он начал пытаться служить Богу, то садур эвахимантов, его надо считать хорошим. Очень скоро он очистится и станет, как лебедь. Со временем. Кто от наказания Божия становится лучшим в своем поведении, то должен радоваться постигшим его страданиям, потому что они принесли ему великую пользу, и возносить за них благодарение к Богу, как за всякое другое счастье. Это важный очень момент, потому что пока мы не будем радоваться страданиям, мы не сможем внутренней жизнью начать жить. Внутренняя жизнь по факту означает повернуть лицо к страданиям. Люди обычно поворачивают лицо от страданий и винят тех, кто вызвал, кто привел их к страданию. А надо прославлять. Если человек принес те страдания, то это хорошо. Это нужно для твоего развития, хотя сразу это сделать практически невозможно. Сначала боль возникает в сердце от страданий, потом, если ты будешь думать о Боге, ты ситуацию поймешь лучше, глубже, и боль поменяется на счастье. То есть внутренняя жизнь означает, что надо повернуть сердце к своим страданиям, не отворачиваться от них, а пытаться принять их как милость. Потому что пока мы не повернем сердце к страданиям, внутренняя жизнь будет закрыта для нас. Потому что внутренняя жизнь, чтобы ей жить очень полноценно, надо через слой грехов пройти. А это всегда вызывает страдания. Поэтому воистину благостный человек — это тот, кто признает свои недостатки, признает, что он имеет недостатки. Это значит, что ты видишь недостатки свои и стараешься видеть хорошее в других. Это позиция лебедя. Талмуд об этом говорит. Если люди делают зло, они делают зло самим себе. Тебе же они не могут сделать зла. Сейчас объясню. Вот смотрите, если кто-то совершает злой поступок, допустим, по отношению ко мне, что это значит? Это да, это первое, что заслужил. А еще что это значит? А? Не, мы не говорим о нем, об этом человеке, мы говорим о себе сейчас. Вот забыли про него, забыли, который зло совершил, мы про себя говорим. Урок. Ты заслужил урок. Еще что это значит? А? Да, но вот я вам сейчас глубже вещь, одну глубокую, важную скажу. Вы все правильно говорите. Смотрите, когда человек критикует или делает тебе зло, то он по факту ест твои грехи. Если ты дашь ему возможность. Потому что, если ты сопротивляешься, нет, я не такой, я мягкий и пушистый. Если ты сопротивляешься, то грехи останутся несъеденными. Но если ты расслабишься, человек хочет взять на себя ответственность за твою жизнь. Вот человек критикует, что это значит? Он берет ответственность за тебя. Если кто-то за меня берет ответственность, разве это плохо? Это хорошо. Кто-то поможет мне преодолеть океан страданий этого же, этого мира. Он хочет помочь. Допустим, человек говорит кому-то, ты негодяй такой, ты там ведешь себя неправильно, веди себя правильно. Если он делает это со злобой, такой твердостью в характере, в сердце, это означает, что надо стать, как ягненок послушным. И сказать, простите меня, я буду вести себя правильно. Скорее, да, ты такой, я тебя сейчас устрою. Простите, пожалуйста. И в это время он доскребает твои грехи из сердца и берет их себе. Потому что он взял ответственность за твою жизнь. И дальше он будет то же самое испытывать в своей жизни, ему придется переваривать все эти грехи. Не суди, судим не будешь. Ну, то есть, если человек кто-то берется делать замечания какие-то, он должен делать это в состоянии глубокого смирения. Но если нас критикуют, то есть критикуют означает делать зло, что значит делать больно, то это тоже хорошо. Видите, здесь говорится, что если человек делает зло, он делает зло самому себе прежде всего. Нам же он не может сделать зло, мы только сами себе можем делать зло, если не принимаем критику. Если тебе воскребает сердце, это очень больно, но ты расслабься, знай, что в этом мире нет несправедливости. Все, что происходит здесь, не случайно. Когда ты расслабишься, ты с одной стороны поймешь, что он имел в виду, а с другой стороны ты получишь возможность избавиться от этой проблемы. Надо тогда сматываться. Тогда надо, значит, попросить о пощаде. Потому что, значит, вы в прошлой жизни где-то совершили тяжелейшее преступление какое-то и сейчас пришло возмездие. нужно просить, с любовью просить помилования, о пощаде. Потому что через преступников действуют высшие силы. Если есть кто-то рядом, кто может защитить, то очень благородно мужчине, допустим, женщину насилуют, если мужчина рядом отдает свою жизнь, спасая ее, то он очищается от всех своих грехов и идет на высший планет. Сразу же. Родственники мучают. Но не физически. Надо тогда от них жить отдельно. Ну, пусть хочет, все, надо уехать. Значит, если он забирает вашу жизнь, лучше отдать квартиру. Лучше поехать в сторону и подать на него в суд. Уехать в сторону куда-то и подать в суд. Ну, нормально. Надо поставить свою жизнь выше квартиры. И вызвать милицию, если какое-то насилие совершено. Можно защищаться с помощью закона. Или уехать. Если человек может убить, лишить жизни, это реально возможно, то лучше уехать. Если человек бывает такое, что человек так сильно связан с властями, что ему все с рук сойдет. Что хочет, то и делай. Я знаю историю. Одна женщина при правительстве работала, и просто ее босс сказал, если уйдешь, ты никуда не устроишься на работу. Или работай у меня, помогай мне. Или вообще будешь без работы. Ты не сможешь нигде найти себе работу. И она знает, что он может это сделать. В таких случаях надо выбирать тактику другую. Не с непреодолимой силой не воевать, а пытаться как-то уйти от этих отношений. По-доброму. Но если есть возможность победить, то можно попробовать воевать. Но никогда не надо жилье ставить выше своей жизни. и свое спокойствие ставить ниже жилплощади. А то я вам объяснял, что мне нет квартиры, мне хорошо. Почему бы вам не последовать этому примеру? Видите, есть камень преткновения, который мешает вам быть счастливым. В буквальном смысле слова камень преткновения. Это квартира. для того, чтобы такие вещи совершать, нужно напитаться духовной силой. Вам нужно молиться больше, на такие программы ходить, для того, чтобы ваше сердце чувствовало настоящий вкус счастья. Когда человек настоящее счастье чувствует, ему уже неинтересно все, ради чего люди убиваются. Это все временное, понимаете? Пройдет не так много времени, вы потеряете не только квартиру, но также свое тело. В следующей жизни вам придется попасть в ту же ситуацию, в которой вы будете страдать от того, что привязаны к квартире. Так зачем вам это надо? Отвяжитесь лучше сейчас в своем сердце. Думайте о Боге больше, а не о квартире. Вы победите свою судьбу таким образом. Понимаете, о чем я говорю? Чувствую, что не очень. Вы пытаетесь, пытаетесь, старайтесь дальше. Когда мы попадаем в рабство материи, это страшная вещь, это узы, которые порабощают нашу жизнь. Часто люди отдают свою жизнь ради машины, ради квартиры. Я читал в молодости такую историю, в газете статью написали, что один мужчина всю жизнь копил на массовую шину, а потом он поехал по Москве на этой машине первый раз в жизни и врезался, потому что плохо водил. В результате машина повреждения такие получила, которые невосстановимы. Он был невредим, но он умер, не выходя из машины от инфаркта, потому что он понял, что он не сможет больше накопить на эту машину, на то, чтобы ее восстановить. Так как цель жизни была утрачена, когда утрачивается цель жизни, то человек лишается жизни. Инфаркт возникает в результате того, что цель жизни невосполнима, то есть невозможно достичь. Человек по факту живет ради своей цели жизни. Если цель квартира, значит жизнь вся крутится вокруг квартиры. видите, Бог специально вам открыл рот, чтобы мы решили эту проблему. Такая милость, видите, здесь говорится, что предыдущие, что страдания иногда полезны. ты рожден не для того, чтобы творить зло и грешить вместе с людьми, но для того, чтобы помогать им в добрых делах и в этом находить свое счастье. Вот допустим, люди тебя принуждают грешить, они вместе с тобой совершают подлые дела. Как? Они делают так, чтобы ты думала больше о своей квартире и пытаются у тебя ее отнять. в результате ты перестаешь думать о Боге, забываешь о Нем, начинаешь думать об этой квартире все время. Вот. И как победить эту ситуацию? Вместо того, чтобы грешить вместе с ними и находиться внутри ситуации, надо простить этих людей в молитве святому человеку, простить и в результате, думая с любовью о них, вовлекать их в добрые дела. Потому что ты будешь с любовью о них, им тоже легче станет, они начнут остывать, совесть проснется, будут уже по-другому решать вопрос. То есть ты с любовью к ним относишься, победила ситуацию внутри себя, она начала сначала побеждаться в отношениях, ты по-другому с ними себя начала вести, им неудобно стало, что они так себя ведут. Потом дальше, начала дальше молитву, и уже у них совесть просыпается, и то, что они дрались, уже становится очень тяжело вспоминать даже. но если вы злитесь также на этих людей, то вы потакаете их злу, вы совершаете вместе с ними злые дела параллельно. я про себя сейчас стараюсь говорить, но не получается кое про вас. А надо стараться про себя все время. Простите, вы так внимательно слушаете, что я разошелся. 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 разошелся.